И снова здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить про вещи, которые можно купить за сумму до 5000 рублей. Именно до 5000. Не больше, даже не 5000. Один. Одна. Что-то там, короче. Что же я вам могу порекомендовать? Первая вещь – это штатив. Кто смотрел прошлый обзор, тот знает, что я показывал маленький штативчик совсем милипуперный. Это его старший брат, который уже держит спокойно зеркальную камеру. Он называется Gorilla Pot. Знаете, почему так называется? Потому что этот штатив можно ставить не только на поверхность, его можно приспособить куда-нибудь, например, на ветку дерева или на камешек. Так как он гнется во все стороны, поэтому это вполне сделать возможно. Смотрите, вот такой вот он смешной. Конечно, пластик. Вот. Ну, пластик хорошего качества. То есть мы можем взять вот эти вот ноги, согнуть их совершенно под разным углом, как хочется. Так. Что-то я не туда немножечко согнула, простите. Можем согнуть куда нам хочется. Или, например, даже взять и закрутить вокруг какой-то ветки. То есть смотрите, какой у меня, какой, боже мой, что это? Это моя ручная горилла. Ну, он же Gorilla Pot. У него есть... Что у него есть? Штативную голову. Эту штатива можно... Ну да, как по-другому скажешь. Можно поставить в любое положение, зафиксировать. И даже вот так вот, если вы снимаете совсем вбок. Причем вот эта часть, она выполнена из железа. Это радует из металла. Все остальное, это пластик. Ну, это как бы такая классическая вещь для вот этих вот штативов. Поэтому, если у вас есть сумма до 5000 рублей, можете посмотреть в сторону этого штатива. Я считаю, что он удобен в путешествиях, потому что он легкий с одной стороны, но цепкий. Поэтому, если вы снимаете на обычную камеру с китовым объективом, этот штатив вам подойдет. Если вы работаете с какой-нибудь большой камерой типа такой, я думаю, что это будет уже проблематично. Ну, мы сейчас, конечно, попробуем. Попробуем. Ну, что же, все, я прикрутила. Давайте посмотрим, будет держать этот штатив мою камеру. Камера большая, барабанная трубка. Стоит и держит, поэтому все в порядке, можно брать. Предмет номер 2. Категория до 5000. Это снова та-та-та-там! Еще один штатив, представляете? Ну, простите, такой набор в этой ценовой категории. Но потом будет не штатива, поэтому не отключайтесь. Штатив Манфротто. Он выглядит вот так вот. Конечно, он не такой пупырчатый, как Гориллос, про который я сейчас вам говорила. Давайте посмотрим, что же это такое. Вообще, я люблю компанию Манфротто. Говорю, это совершенно серьезно и без всякой рекламы. Манфротто хорошая компания, которая занимается производством штатива. И мой штатив Манфротто, который мне служит долго уже времени. Вот этот штатив тоже сделан из хорошего пластика. Выглядит очень смешно и мило. Что же он умеет? Ну, смотрите, этот штатив, он настольный. Он может работать в режиме вот таком. Если вы переключите рычажок, вот здесь вот, то он может разложиться совсем-совсем. Если вы захотите куда-то улететь на него, можете улететь. Вот. Кому будет полезен этот штатив? Я считаю, что если, например, ваш близкий друг, вернее, даже не так. Если ваш близкий человек занимается, например, рукоделием, шьет мишек или вышивает, или рисует, либо делает что-то мелкое, то как раз этот штатив, он хорошо подойдет для съемки вот таких вот рукодельных вещей. Потому что он маленький, он хорошо, удобно крепится на столе. Ну, потому что видно, что он для съемки какой-то мелочевки совсем. И вы можете работать. Причем, он может быть чуть больше. Очень удобные кнопки, на самом деле. Вот. Ну, и он может работать вот в таком режиме, например. К сожалению, он никак не фиксируется чуть меньше. Хотя, сейчас посмотрим. Нет, не фиксируется. Он только вот, у него положение ног только такое. Ну, и, конечно же, мы можем двигать, как обычно, в нашу штативную голову, как нам удобно. Поэтому, посмотрите на этот штатив. Он симпатичный, интересный и тоже похож на каких-то пришельцев из войны миров. Я хочу съесть свои мозги. Нет! Нет! Производитель говорит, что этот штатив, он может выдерживать камеры мелкие, компактные, все до зеркалки. Если у вас какой-нибудь фуджок беззеркальный, то как бы да. Вот. И он может выдерживать камеры зеркальные только с китовыми объективами. То есть, моя вот эта вот большая дура, я даже не буду пытаться мерить, мне кажется, что он... Нет! Я убежала. Он слишком, она слишком толстая для него и тяжелая. Тебе нужно худеть. Предмет номер три. Ну, поняли меня, три. Это карта памяти. Хорошие вещи, лишние никогда не бывает, потому что может забиться, может поездить в путешествие, и нужно будет много памяти. Единственное, перед тем, как покупать карту памяти, пожалуйста, проведите партизанскую разведку боем, уточните, какая же все-таки карта памяти нужна, потому что они бывают разные, бывают вот такие мелкие. Обычно они используются в начальных зеркалках. Бывает компакт флэш, а бывают даже вот такие XQD, но навряд ли она у вас будет, у вашего близкого человека. Ну, на всякий случай. Значит, я вам сейчас показываю карту, которая SD, которая традиционная. Вот такая вот карта на 16 гигабайт. Если вы когда-нибудь присутствовали, при том, что на съемке ваш фотограф начинал биться головой о ближайшее дерево, и говорит, ну записывай быстрее, записывай, то, наверное, ему нужно подарить более высокоскоростную карту памяти. Ну, например, вот эту 16 гигабайт, конечно, не очень много, но зато вы ходите по цене. Что она умеет? Она умеет писать видео 4К, это крутяк, целых 4 минуты, представляете? Это будет развивать в вашем близком человеке умение мыслить лаконично и нестандартно. Можно писать, конечно, в Full HD, это уже 40 минут, это уже много-много времени. И обычно такие ролики на YouTube плохо смотрят, поэтому лучше пишите в 4К. Ну и, конечно же, чем выше скоростью карты, тем камера будет быстрее все это переваривать. Это касается и фототехники, и видео тоже, поэтому карта памяти не бывает лишней, поэтому можете спокойно дарить такую вещь. Ну и, конечно, предмет номер... Да ё-моё, предмет номер 4. Очень классный, это подарочный курс фотошколу. Он очень круто выглядит, потому что он такой вот весь вырезанный. У него здесь пластиковая карта. Привет, я твой подарок. Привет! Не, надо дать вот так вот. Привет, я твой подарок! Он говорит в голосе Майкла Джексона, понимаете? Здравствуй, как ваши дела? Хорошо у тебя как? У меня тоже все хорошо. О-хо! Поэтому, если вы хотите получаться красивыми на фотографии, потому что вы можете надарить штативом, вы можете надарить всякие карты памяти. И сейчас мы будем и про вспышки дальше говорить в следующем обзоре. Но, если ваш человек не может понять, как лучше снимать от окна или к окну и прочее, и прочее, это все будет абсолютно напрасно. Поэтому, хотите красиво получаться на фотографиях, обязательно подарите ему вот такую вещь. Она очень классная, недорогая и полезная. И, поверьте мне, она действительно стоит своих денег. Два дня, и твое фотомастерство будет повышено. Это я тебе честно обещаю, зуб на холодец стою. Я же преподаю. Посмотрите мои честные глаза. Я же все-все-все-все расскажу. Ну что же, теперь вы знаете, что полезного, действительно полезного и хорошего можно подарить своему близкому человеку в пределах 5000 рублей. Посмотрите, повыбирайте. Ну а все предоставленные вещи, кроме сертификата, нам предоставил магазин Техносеть. Это мои давние друзья. Все, всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. До встречи, впереди много интересного. Пока-пока. Продолжение следует...